Все, мы начинаем 56 занятие, 56 занятие и продолжаем изучать книгу «Путь Творца», «Путь Бога». Причем мы уже почти закончили, почти закончили, нам осталось последнее усилие, и мы уже все будем знать. То есть мы уже знаем, кому служить, мы уже знаем, кому служить. Первая часть мы изучили, кто такой Бог. Вторая часть мы поняли, изучили в этой книжке, зачем Он создал мир. И третья часть мы изучили, как Он этим миром управляет, вот эти вот все, Ашгаха называется, Ашгаха – управление миром. Четвертая часть мы изучили вот эти вот все такие вещи, как пророчество, колдовство, эти высшие там все эти вещи. И последнее, что мы сейчас подошли, части служения, как служить Богу, самые важные вещи, которые существуют в служении. И мы, значит, выучили, что Тора, изучение Тора – это самое главное, самое главное служение, от которого все зависит, без этого ничего нет. И дальше мы перешли в следующий часть служения, называется, называется, это Криат Шма, чтение Шма и молитва. И вот он, значит, Рамхаль, он объясняет очень подробно про Криат Шма. И оказалось, вот это самое тяжелое, и самое вот из всего, что мы выучили, самая такая долгая и тяжелая глава – прочтение Шма. То есть, казалось бы, простая такая вещь, ну, утром прочитал Шма Эстраэль, вечером прочитал Шма Эстраэль. А в этом Шма Эстраэль есть очень много тонкостей и нюансов, которые делают его, можно сказать, после изучения Тора, основной частью служения. Здравствуйте. И, значит, делает, спасибо, черный. Делает его основной частью служения. Значит, мы изучили, что, почему это основная часть. Первое, что она делается каждый день, два раза. Ну, то есть, если мы берем по количественному показателю, то Шма Эстраэль, мужчина, как начинает с 13 лет читать, и все дни жизни он читает два раза в день Шма Эстраэль. Значит, получается, допустим, в год он 365 лет. Если он после 13 лет живет еще, допустим, 90 лет, то сколько раз он читает Шма Эстраэль? Ну, допустим, 80 возьмем, не 90. 35 тысяч раз. Сейчас, ну, сейчас я точно почитаю. Значит, мы читаем два раза в день умножить на 365 дней. Нету дня, чтобы Шма не надо было читать. Значит, 730 раз в год умножить на 90, на 80, ну, на 90 я уже умножил, ладно, пускай в нашем примере он живет 100 лет. 65 тысяч 700, 65 тысяч 700 раз. То есть, 65 тысяч 700 раз произносится Шма Эстраэль. И, значит, но опять же, когда произносишь в определенное время, знаешь, что выполняешь повелевающую заповедь, ее выполняешь. То есть, но когда, как мы уже знаем, любую заповедь, когда выполняешь любую заповедь совсем большую, то есть разные уровни глубины ее выполнения, постижения. И вот, какая есть глубина в Шма Эстраэль. Значит, если вы помните, мы когда изучали повелевающие заповеди, которые есть, первая, самая главная повелевающая заповедь, это какая? Что Бог есть. Вообще, что Он есть. Верить, что Он есть и что Он существует. Да, это вторая рука, что Он один. А первая, что Он есть. И что все в этом мире существует только потому, что Он дает этому существование. И в Шма Эстраэль это есть внутри. То есть, Шма Эстраэль, это первый раз интересно, что сказали, Шма Эстраэль, это сказали сыновья Якова. Яков, собрались вокруг него все сыновья, и они ему говорят, Шма Эстраэль, то есть 12 его сыновей, Бог Элакэн, Бог наш, Бог всесильный наш, Бог един, Он один. И Он говорит им, когда они это сказали ему, Он говорит, Барук Шем Кот Махутолю Лам Ваэт, благословенное Барук Шем Кот Махутолю Лам Ваэт. Благословенное Барук Шем Кот Махутолю Лам Ваэт. Имя славы царства Ваэт 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 Ваэт. Он ответил на это и спокойно уже пошел в следующий этап. Так вот, вот в этом Шма Эстраэль есть единство Бога, пишет Рамхар, есть как бы в сконцентрированной форме, это символ веры вообще, самый главный символ. И когда его произносишь, то включаешься как бы вот в эту вот правильную, ну, в правильную, как есть, как сказать, вот в пианино, когда настраивать, есть камертон, это называется, да, которая дает чистый звук. Для минор. Так вот, когда, когда говоришь, Шма Эстраэль, Ашем Элкаен Ашем Эхат, когда произносишь это вот высказывание, то это как раз и есть тот самый вот камертон, на который настраиваешься, ну, самое, что ни на есть, истина. И ты в нее, как бы, включаешься, после этого идет, после этого идет как раз, как вторая часть. Барух Шем Кот Махутолю Лам Вэет. Благословенное имя славы царства во веки веков. То есть, здесь надо понимать, вот, суть каждой из двух этих фраз. Значит, он пишет, что, когда говоришь Шма, в этот момент не только ты подключаешься к этому камертону, самому такому вот чистому, ну, источнику, ну, к Богу. То есть, ты говоришь самые там имена Всевышнего, Шма Эстраэль, Аду, ну, вот это имя, произносишь его, то есть, произносишь имена Бога, именно, как бы, провозглашаешь его единство. И, когда говорят Шма Эстраэль, закрывают глаза, чтобы полностью отключиться от внешнего мира и погрузиться, как бы, в эту фразу. И вот, погружаясь в эту фразу, подключаясь к единству Бога, в этот момент не только ты к нему подключаешься, но и он в тебе. То есть, именно через эту фразу идет, пишет Рамхаль, вот здесь, он пишет, что идет божественное влияние на того, кто ее произносит. И в этот момент происходит то, ради чего мир был сотворен. Ну, вот он сейчас прямо так и пишет. Значит, сейчас... Давайте мы сейчас... Дима, тот раз установились. Вот, мы остановились как раз, что в глубине, вот сути вот этого вот Шма Эстраэль, что так установила высшая мудрость, благословен он, что для того, чтобы исправить сотворенный мир, вообще все это сделано для того, чтобы сотворенный мир приблизился к Богу. Когда он приближается к Богу, когда проявляется Бог в этом мире, происходит приближение мира к Богу. И вот в этот момент, когда... Когда... Да, вот так вот, да? Значит, а вы думали, что Российская армия? И они здесь, они здесь, да? Значит, есть, он пишет, что... Ну, в каком мире мы живем? Что есть сейчас очень много зла в мире, и оно крутится по миру там и делает свои дела. И он пишет, есть, что люди выбирают грешить, а есть, что зло приходит к ним уже как следствие тех, кто грешили. То есть, они грешили, а потом им приходит наказание, зло за то, что они грешили. И говорит, что этого зла очень много. И, в принципе, суть... Так, это не слышу, а то вам идти... Что же так? Суд служения Богу. Суд служения Богу – это привести мир к Богу, чтобы зло исчезло. Теперь он говорит, что, выполняя заповеди, заповеди все, они приводят в этот мир свет божественный, и зло уходит, вытесняется это зло. И когда... Когда... Вообще, зло – это сокрытие Бога. То есть, что такое зло? Это сокрытие Бога. Если Бог проявлен, значит, нету зла. Если Бог скрыт, значит, зло, оно усиливается. То есть... Уже само по себе. Само по себе. То есть, есть некое количество зла, которое производится в этом мире, как программа такая, вирусная, которая производит зло. То есть, Бог сделает эту программу, и она производит зло. Теперь, чем больше людей соблюдают божественные законы... Бог – это добро. И закон его добро, и правила его законы справедливые, и надо помогать, надо быть добрым. То есть, Бог, он сам по себе – это чистое добро. И чем больше людей соблюдают божественные заповеди, тем больше в мире добра, справедливости, честности, ну и так далее. Чем меньше люди соблюдают божественные заповеди, тем более усиливается зло. То есть зло это некая программа, которая существует сама по себе, и она производит, производит вот это зло. То есть Бог так сделал изначально, есть известные истории про Йова, праведник Йовы, как Сатан, который является как раз вот этим вот корнем зла. И он, ну, Сатана Бог поставил, это не то, что Сатан там против Бога идет, нет. То есть это специальная система так устроена. И Сатан говорит Богу про Йова, говорит, ну, конечно, он тебе служит, мол, у него все хорошо. А вот если бы было у него не все хорошо, Бог говорит, ну, давай посмотрим. И начинается эта книга Йов, есть книга, она входит в Тору, одна из книг, это Писание, я ее не изучал, кстати. То есть она, говорят, что самая такая вот, это глубокая кабала, которая только есть. Все законы, вот как она, система работает, управление миром, там и так далее, все там в этом книге Йова зашифровано. Значит, и вот, и вот, значит, зло усиливается, когда Бог скрывается, и зло исчезает, и творение приближается к Богу, когда Бог проявляется в этом мире. И это как написано в книге Дворим, что вот посмотрите теперь, что я это я, и я здесь. То есть чем больше Бог проявляется, тем более, тем более в этом мире больше добра. И дальше написано еще тоже в книге Пророк Ишая, написано так, что все происходит для того, чтобы узнали и поверили, что до меня ничего не было, и после меня ничего не будет. И получается, что конец всего исправления мира, оно все привязано к проявлению единства Бога. То есть вот будет, как будет конец мира, что значит придет там Машея, как это все будет. Все увидят, все вот реально увидят, у всех откроются глаза, как свет такой. Вау, оказывается, Киркоров не лучший певец России. И Стас Михайлов тоже не самый там, ну, как этот, идол такой, поп-идол, да? То есть все вдруг это поймут. То есть сейчас там кто-то понимает, кто-то не понимает. А когда Бог проявится в этом мире, у всех будет ясный взгляд. То есть все реально увидят суть вещей. Суть вещей. То есть это все станет ясным. И тогда Он говорит, что все поймут, что Он был, и Он есть, и Он будет всегда. Что Он один и единственный, и единственный. И сейчас это просто не всем открыто, не всем открыто. А вот в будущем мире это все откроется полностью всем сотворенным. Как говорится, в пророке Захарии говорится так, что В этот день, когда вот все откроется, будет всем понятно и видно, что Бог один, и имя Его один. Все один, то есть все едино, все одно. Но, продолжает Он, Исраэль, народ Израиля, которые удостоились получить Тору, истинную Тору на горе Синаи, удостоился народ Израиля получить Тору, они-то знают это, они и сейчас знают, что Он один, и Он един, и все это Он. И мало того, что они знают, они свидетельствуют об этом даже теперь, каждый день. И это то, что сказано в пророке Ишае, что вы свидетели, сказал Бог, вы народ свидетелей. Интересно, что шма, последняя буква айн, и вот как в Сидурах везде, в молитвенниках написано, шма айн, большая в конце, эхад, последняя буква дэ, далет, а айн и далет, это эт, эт это свидетель. То есть шма Исраэль, вот всегда выделяется в Сидурах, что шма, последняя буква айн, и последняя буква эхад, далет, и эт это свидетель, то есть народ свидетель. И действительно, то есть все, кто сомневаются в том, что есть Бог, что есть Тора, они смотрят просто народ Израиля. Да, вот Иерусалим, вот это там, 2000 лет назад был храм, нету храма, 2000 лет прошло, опять есть Израиль, опять есть Иерусалим, опять есть... Ну то есть, существование еврейского народа доказывает, что этот мир, он идет по божественному плану. Само существование народа Израиля, и в принципе для всех народов мира, для мусульман, для христиан, свидетельством того, что есть Бог, является существование еврейского народа. То есть, в том же Коране, везде все базируется на исходе из Египта, все базируется на Маше Рабейну, да, то есть, он у мусульмана называется пророк Муса. Не, Муса, зачем? У них, Мухаммед это последний пророк, они говорят, но главный пророк, который получил Тора, это был Моисей. То есть, ни для кого Бог так не открывался, как для еврейского народа, для Маше Рабейну, когда раступилось море, когда было 10 казней, и для всех, ну вот три основные религии мира, монотеистически, свидетельством, что Бог не просто есть, а Он управляет миром очень глобально, является то, что Он сделал вот эти 10 казней Египетских, море раступилось, дал Тору, потом, ну потом я не буду рассказывать, это уже можно посмотреть в Ветипедии, что было потом, но таких больше свидетельств, как было во время исхода из Египта, когда был огромный народ, там 600 тысяч мужчин, таких свидетельств больше никогда не было, чтобы вот так вот море раскупилось, такого не было. Значит, и Он дальше продолжает, и есть в этом большая, нам дана большая, как сказать, не заслуга, а, ну большая ценность в этом есть, что мы провозглашаем единство Бога, что мы провозглашаем единство Бога. И вот Он говорит, мы знаем, что день управления миром идет двумя, есть, вообще вся эта система, она сдвоенная такая, вот, ну все мироздание там, мужчина, женщина и так далее. И миром есть управление, есть дневное и ночное, то есть есть дневное управление и ночное управление. Интересно, я вчера, ну, вчера, несколько дней назад прочитал, есть такая болезнь, самое дорогое лекарство в мире вообще стоит, самое дорогое лекарство в мире, годовой курс стоит 800 тысяч долларов. Что за лекарства? Есть люди, их, ну, очень мало, поэтому лекарство такое дорогое, там, в Америке всего есть, по-моему, несколько, там, или 6 или 7 тысяч больных всего существует, ну, на всю Америку, поэтому лекарство такое дорогое. Но у них, значит, у обычного человека ночью вырабатываются там эритроциты, которые, а у этих перестает вырабатываться эритроциты. И у них через какое-то время, у них не хватает в крови вот этих вот, ну, частиц, которые переносит кислород. И это лекарство именно отключается ночью, то есть в организме у человека циклично тоже работает, и вот ночью, значит, у них не работает. И это лекарство именно специально, чтобы у них ночью там эти эритроциты вырабатывались. Им надо или кровь все время заливать, ну, постоянно, или же это лекарство. А как подойдите? Я не помню, это у меня есть книжка дома, ну, я, если хотите, потом узнаю, покажу. Потому что они вообще дожили до того, чтобы убить лекарство. Это же надо же пережить эту ночь, когда у тебя лекарства перестали вырабатывать. Не лекарства, а эритроциты, которые... Не лекарства, да. Но это надо, там есть название лекарства, можно потом кому надо погуглить будет. Ну, блин, это если напомните, я дам название. Так он пишет, Рамхаль, что управление миром идет через... Делится на две части. Есть ночное управление и есть ночное управление. Как мы говорили в третьей части книги, в первой главе. И каждое утро, и каждый вечер заново на небе, ну, в духовном этом мире, меняется порядок этого управления. И есть специальные ангелы, которые заступают на службу, уходят со службы. То есть там тоже у них есть... Может, есть ангелы, которые в две смены работают, Но обычно ангелы, вот написано, что они сменяются. И... Но мы... Народ Израиля, мы не можем отдыхать. Поэтому мы обязаны свидетельствовать о истинности единства Бога, благословен Он. Каждое... То есть и утром, и вечером. То есть у нас отдыха нет. Мы должны... Начинается ночь, это вечерняя шма. Начинается день, утренняя шма. То есть утром надо сказать шма истраэль, и ночью надо сказать шма истраэль. Есть утром три часа от восхода солнца, на то, чтобы успеть сказать шма. И есть спор, с какого момента считать. Но вот самое такое проще смотреть, как начинает светать, после этого три часа есть. Лучше сказать сразу. Лучше сказать сразу. Но, значит, а вечером есть время до полуночи. До полуночи, чтобы сказать шма истраэль. Опять же, если не успел, можно сказать до утра, но в принципе начинается с выходом звезд и до полуночи надо успеть сказать вечерняя шмар. Так вот, значит, надо это свидетельствовать. И о чем мы свидетельствуем, еще раз он повторяет, что мы свидетельствуем о его существовании, что он единственно реально существующий, и все остальное существует только потому, что он дает этому существование, значит, он является источником существования. И все, что существует, это от него, и к нему привязаны, и с точки зрения управления, что он всем управляет, что он единственный, который имеет полные права такого доступа администратора, то есть он управляет всем мирозданием. Он часть существует только потому, что он установил закон вот так. И есть известная, как Рабиханина Бендоса, ну есть праведники, которые написаны, они находятся на таком уровне приближения к Всевышнему, что как праведник скажет, так Бог сделает. Они могли оживлять мертвых и так далее. Один из таких праведников был Рабиханина. И Рабиханина, известная история, что дочка переживала перед Шабатом, закончилось масло для свечей. Он ей говорит, наливай уксус. Она говорит, как уксус? Ну уксус же это не масло, он же не горит. Он говорит, кто сказал масло гореть, он скажет уксус, и уксус будет гореть. И она залила уксус, и уксус горел. То есть это был Рабиханина такой. И мы уже говорили, что такого уровня праведники, они могли полностью эту систему изменять, но они этого не делали. То есть они могли оживлять мертвых, но не оживляли. Почему они их не оживляли? Потому что система работает, что он должен был умереть. И он, даже если он знает, как эта система работает, но он не может идти против Бога. Бог сказал, соблюдайте заповеди. То есть Бог дал всем простые способы, то, что надо сделать. Праведник, он поднялся до степени такой, что он вошел прямо в высшие органы управления миром. Но он на то и праведник, что он выполняет только волю Бога. А Бог ему сказал, не лезь. То есть если ты дошел до этого момента, отлично. Но менять мой мир, интересно, что, ну вот сейчас там многие увлекаются кабалой, и источником считают Рабишиман Барьюхай. Рабишиман Барьюхай, книга Зогар. И известно, что Рабишиман Барьюхай вместе со своим сыном Раби Элязаром, он находился в пещере. Кстати, интересно, был в этой пещере Птиин, город Птиин маленький в Израиле. И там такая пещерка, небольшая пещерка. В Друской деревне. Это возле Цфата, недалеко от Цфата. Да, он похоронен в горе Мирон, там все это возле Цфата, прям буквально, ну вот. Прямо рядом. Благородная земля, ну правильно. Там они все похоронены, но это очень интересно. И вот, значит, они там сидели 12 лет в этой пещере, прятались от римлян, Бог сделал им чудо, выросло рожковое дерево. И они ели эти рожки, там был источник воды какой-то, родничок. И они пили эту воду. И, значит, учили Тору. 12. 12 лет. Потом, значит, они вышли из этого, из этой пещеры и пошли вниз. Пошли вниз. И тут они идут, видят, что кто-то пашет землю. И Рабишимен Барюха, он на него посмотрел, говорит, как можно в том мире, в котором есть Тора, есть служение Богу, есть все инструменты для того, чтобы подняться там на уровень ангела. А он тратит свое время на то, что он пашет землю вообще, чем он занимается. И он так возмутился, посмотрел на него, и тот сгорел. Сгорел, значит, он тогда с неба ему сказали, что не для того Бог делал мир, чтобы ты его сжигал. То есть, да, действительно это неправильно, но этот человек, это его выбор. Он не может, ты не можешь его заставить. То есть, если бы Бог хотел, он бы сделал мир другой. Сделал бы мир из роботов, которые роботы все делают то, что надо. Но Бог дал специально, он всю эту вот систему сделал, чтобы каждый имел возможность выбрать самостоятельно. Или идти к Богу, или пахать землю. Или пахать землю и часть времени уделять Богу. То есть, есть варианты, есть варианты, несколько вариантов. Не обязательно быть, конечно, идеально, чтобы все стали ангелами. Вдруг все решили стать ангелами, такими великими праведниками. Все, тогда game over, игра заканчивается. То есть, мир идет столько света, что все сразу понимают, что Филипп Теркоров не лучший певец. И, значит, на этом, что Бог един, что Он один, и все, значит. На этом игра заканчивается. Но из-за того, что мир находится очень расслоенный, есть праведники, есть те, которые верят в Бога, соблюдают заповеди, уважают праведников, помогают святым людям, чтобы они могли служить Богу. А они в меру своих сил служат Богу, работают, там, рожают детей и пашут землю. А есть злодеи, которые в это же самое время выбирают вредить праведникам, вредить тем, кто пашет землю. То есть, есть люди, которые выбрали такой путь. То есть, у каждого есть свобода выбора. И, значит, значит, на что мы остановились? Да, и мы свидетельствуем, когда говорим Шмай Астраэль, что мы знаем. Тот, кто говорит Шмай Астраэль, он говорит, что я верю, что есть Бог, Он един, Он один, Он все сотворил. И Он единственный властвует, и Он один. И нет никакого здесь, кто может действовать, если Бог ему не даст силу для действия. Теперь, и даже если нам кажется, что есть много причин разных и там углубленных, но на самом деле причина-причина одна, это опять же Бог. И нету другой цели, кроме Него. Он единственная причина, и Он конечная цель. Всех действий, как бы нам ни казалось, то есть, мы можем частично смотреть на любой аспект мира и видеть в нем там, о, там, Крым, Россия, Украина. То есть, мы смотрим. Но на самом деле причина Бог и цель Бог. То есть, а это какой-то механизм, который кому-то покажет, что есть Бог. И кто-то увидит в этом, написано, что в Мишле сказано так «Беколь драгеха деегу» «На всех твоих путях познавай его, в Уи Ашер Архатеха, и он выпрямит твои дороги». То есть, кто-то смотрит на эту ситуацию и говорит, и видит в ней там противостояние Путина и не Путина. Ну, кто-то видит противостояние западного мира и восточного. Кто-то видит противостояние демократии и тоталитаризма. Кто-то видит противостояние духовности и бездуховности. Ну, и так далее. А кто-то видит, что это Бог, дает возможность людям задуматься, что все временно, что не на что здесь опереться. Не на что. То есть, можно считать, что все у тебя под руками, все ты всем... Не на что опереться. То есть, и человек, который думает, что он может зацепиться за землю, за имущество, за что? За Межугорье. То есть, кто-то увидит в этой ситуации именно это и больше внимания уделит своей душе. Кто-то увидит в этом, что надо купить автомат и забрать себе еще пару, ну, там, объектов, которые не забраны. То есть, каждый увидит в этой же ситуации свое. Но мы знаем, когда мы говорим Мы знаем, что Бог един, Он один. Он причина и Он конечная цель всего. Поэтому это вот еврейский взгляд на мир. И... Сейчас, сейчас, а он дойдет. А я же только здесь читаю. Я же не то самое. Значит, это мы свидетельствуем в первом части, что Он все, причина всего и цель, цель всего. И несмотря на то, что эта вещь пока не открыта для всех, в данный момент это все скрыто. То есть, мы смотрим, вроде как, все, ну, детально управляется. Но, говорит Бэймэд, это так, истинно, что это так, что Он это все делает. И так будет открыто и известно, в конце концов, для всех. Для всех будет ясно и понятно в итоге, что это все Бог. И еще Он говорит, что мы должны знать, что и понять, что Бог благословен Он. Он царь над всеми созданиями. Что это значит, что Он царь над всеми созданиями? Несмотря на то, что существование Бога, оно вообще не привязано ни к чему, кроме Него самого. То есть, Он ни к чему не относится. Он ни от чего не зависит. Что Он сам по себе существует, совершенен, Ему вообще ничего не нужно. То есть, это Он все создал, но, как бы, Он сам не нуждается в том, что Он это создал. Оно, что есть, что есть, что есть, что нет, но Ему все равно. Но, несмотря на то... Сейчас. Несмотря на то, что Он от всего этого не зависит, и Ему это все, ну, не нужно, как бы, у Него нет нужды в этом. Сейчас. В общем, Он не нуждается ни в каком виде связи с сотворенным миром. Его мы называем Элотим. Благословен Он. Элотим это, что Его существование, как Мухрах, это, что Его существование обязательно само по себе. Ну, то есть, вот как, вот компьютер, он нужен для чего-то, и Он в чем-то нуждается. А Бог, Он не нужен ни для чего, и Он ни в чем не нуждается. То есть, Его существование, оно само по себе полностью, ну, полноценно, ценно, без любого, без мироздания, Он все равно есть. Безусловно. Его существование безусловно. Вот так, без всяких условностей. Вот так вот. Само по себе. Однако, из-за того, что Он захотел сотворить сотворенное, причем вот здесь используется опять глагол, который в начале Торы, Барайта сотворил из ничего. То есть, Он сотворил из ничего. Не было ничего. То, что материал был, в начале не было даже материала. Он сотворил материал, потом сделал там большой взрыв, потом из большого взрыва разлетелось все. Потом вдруг появилась жизнь, потому что Он захотел, появилась жизнь. Потом из жизни появилась более такая сложная жизнь. То есть, вот эта вот теория эволюции, она ничуть не отрицает божественное сотворение мира. То есть, Он захотел, чтобы было вот так, и оно было вот так. То есть, теория эволюции не может объяснить, откуда появилась жизнь. Нет объяснения. То есть, ну нет, вот вдруг не было жизни, и есть жизнь. Представляете? Была огромная температура. Если взять теорию большого взрыва, там, ну, это даже не атомный взрыв, это вообще что-то сумасшедшее, такой взрыв, который на всю Вселенную разлетелся. Там же точно жизни не было. Ну, откуда там жизнь была? Ну, живое существо, оно же не могло там быть. Значит, и вдруг потом из всего этого неживого появилось живое. Откуда живое появилось, объясните? Как из неживого появилось живое? Ну, ну как? Никак. Нету эволюции ответа. Как-то появилось. То есть, ну вот как-то они говорят появилось. Потом из этого живого, которое появилось, ну, представляете, большой взрыв. Разлетается, солнце разлетается. Температура дикая, вообще нереальная. Потом вдруг появляется живое. Потом из живого появляется сложное живое. Потом это сложное живое, у него появляется душа. Потом это сложное живое может сидеть возле компьютера Apple и читать книжку. Откуда вообще это? Ну как? Так. Из атомного взрыва вылазит человек. Это же нереально. Если так быстро разложить, нереально. То есть, Бог это все сделал. И когда Он это все сотворил, и все это привязано к Нему, своим существованием, всеми аспектами существования, Он является господином. То есть, в мире принято назвать это, что Он Адон. Адон это господин. Над всем этим. И все это принадлежит Ему, и все это из Него. И поэтому Он властвует на всем так, как Он хочет. И, мало этого, Он хочет... Это все объяснение, почему Его называют царем. Почему Бога мы называем царем еще. И Он говорит еще, хотел дать хорошо, чтобы было. Хотел дать добро и милосердие всему сотворенному. И Он по своей скромности себя принизил до уровня... до уровня того, что сотворенный мир может о нем говорить. Может о нем говорить. То есть, когда спрашивают там некоторые, вот я Бога не понимаю. Значит, я Бога не понимаю. Так, ну, приводят пример, как муравей не может понять устройство Боинга. Ну, то есть, он его даже увидеть не может. Боинг. Так это муравей Боинг. А человек Бога хочет понять. Ну, то есть, тоже мы не можем все постигнуть. Я помню, когда-то... Значит... Есть сейчас один такой деятель еврейский. Ну, он не религиозный. Такой вот именно... Ну, считается деятель-деятель. Ну, представляет евреев в международных организациях. Такой есть деятель. Я помню, когда-то он пришел первый раз на занятие такое у одного такого олигарха, еврейского олигарха, такого из... Ну, вот старая такая вот олигархия еще в советских времен, которая... Ну, вот как Депа есть такой, знаете... Ну, это... Доптин. Нет, Доптин, Депа. Ну, Тернис. Вот такого плана. Ну, то есть, именно тип, чтобы типаж был понятен. Но не они. А тот такой был... Он пришел первый раз на урок. И как раз я проводил это занятие. Значит, я что-то из какой-то книги что-то рассказываю. И этот, который там... Ну, сейчас еврейский такой вот лидер. А он сидел тогда в платочке в таком на голове. Ну, то есть... Потому что типа у него не было, был платочек на голову. И он такой говорит, вот я вот не понимаю этого Бога. Ну, вот... А тот к нему... Мне говорит этот... Профессор, можно я отвечу? Этот, ну, который олигарх такой плотной. И он ему говорит... Слышишь, ты, говорит, морда-то порыла. Вот так вот ему говорит. Ну, надо, чтобы ему понятно было. Он говорит, ты табуретку не можешь понять, на которой сидишь. Ты знаешь, как табуретка устроена? Он говорит, что ты еще Бога пытаешься понять? Он говорит, все, я понял. Ну, сейчас они оба такие вот в таком вот... Очень ответственные товарищи. Но тоже они начинали свой путь с того, что они Бога не могли понять. Но потом поняли, что это табуретка не может понять. Так вот, здесь он объясняет еще раз, что Бог... Рамхалит объясняет 500 лет назад, что Бог, он по своей скромности и... Ну, если так можно назвать скромность, он хотел, чтобы люди как-то к нему относились. И поэтому... Хотя на самом деле к нему лично они не могут относиться, потому что говорить о Боге, как-то один римский такой тоже олигарх того времени, он спросил, говорят, рабе Ативу, говорит, вот докажи мне, что есть Бог. Вот просто докажи. В общем, он его так достал, тот ему объяснял, все, но он, римский олигарх, не хотел слышать довода разума. Рабе Атива говорит, ладно, хорошо, хочешь, я тебе его покажу уже. Все, покажу, приходи завтра в 12 часов дня, приходи, значит, встречаемся в таком-то месте, и, значит, я тебе Бога покажу. Просто я тебе про него расскажу, я тебе его покажу. Тот говорит, хорошо, значит, встречаются не в полдень, а в Израиле 300 дней в году солнце. То есть солнце постоянно, и если это летом, то, ну, это дикое солнце. И он ему говорит, смотри, вот видишь, вот туда, и показывает на солнце. Тут говорит, ты что, глаза не могу поднять, как я на солнце посмотрю, я ослепну. Он говорит, нет, смотри, смотри, быстрее, сейчас он как раз там будет. Он говорит, я на солнце не могу посмотреть, я ослепну. Он говорит, так вот теперь послушай себя, ты хочешь Бога увидеть, ты не можешь на солнце посмотреть, которая песчинка, которую Бог сотворил, у него целое небо, и он всем этим солнцем дает вообще существование. А ты хочешь Бога увидеть. Куда говорить? Это прямо в Тории написано, что Маше Робейну, когда он с Богом общался, наиболее близко. И там написано, что нельзя Бога увидеть и остаться в живых. То есть невозможно, потому что как раз переграют предохранители. То есть не то, что Бога нельзя увидеть, даже чуть ближе к Нему подойти, уже горят все предохранители. Так он говорит, но Бог все равно хотел, чтобы мы каким-то образом имели к Нему отношение, чтобы мы имели к Нему отношение, и поэтому отношения сложились в разрезе, что нам понятно. То есть люди всегда у нас был царь, был какой-то лидер, люди не могут без лидера, без царя. И мы стали относиться к Богу на понятном нам языке, что Он царь царей. То есть самый главный царь, который дает жизнь, дает все. И поэтому отношение наше к Нему, это как к царю. И как в Мишле написано, что Бороб Ам Адрат Мелых, что при большом скоплении народа великолепие для царя. И поэтому мы его называем царь всего мира. И он является нашим главным царем. Так, дальше. И мы его должны почитать, служить Ему, служиться Ему, все, что Он прикажет, как есть царь, есть Его народ. И с этой точки зрения мы тоже должны с Ним взаимодействовать каждый день. И подтверждать Его царство над нами. Подтверждать, что мы слушаемся Его законам. И что мы, значит, как рабы перед царем. И это называется Кабалат Оль Малхуд Шамам. Это называется принять ярмо Небесного Царства. И это тоже все есть, по сути, Шма Исраэль. То есть, когда мы говорим Шма Исраэль, слушая Израиль, мы признаем вещь, что Он наш царь, что Он царь царей, что Он царствует над всем мирозданием, над верхними и нижними мирами. И что мы принимаем ярмо Его царства. И мы Ему служим, как мы уже говорили. То есть, получается, что вот в этом Шма Исраэль, в нем сосредоточено все вот это, о чем мы сейчас говорили. И дальше идет больше. То есть, Шма Исраэль, сама молитва состоит из трех отрывков. Тут мы даже еще не дошли до части, в которой Барух Шам Квот Малхут Оль Удам Ваэт. Там, где мы говорим, что благословенно слава... Барух Шам, благословенно имя, слава, царство в эти веков. И, значит, мы до этого еще не дошли, но просто будет уже слишком много информации для того, чтобы ее усвоить. Но теперь я понимаю, что Шма Исраэль как бы вот эти вот два раза будут более, ну, как сказать, осмыслены. Более осмыслены, более глубокие. То есть, мы признаем, что он наш царь, и что он один, он един. И в этот момент идет настройка на вот этот вот камертон. И оттуда идет через этот вот выстроенную трубу, можно сказать, да, выстраивается связь. Она идет как ты отсюда, как бы шлешь лучше, ты это, ну, мыслью цепляешься за это. И оттуда через этот, через эту трубу идет свет. То есть, подключился, Шма Исраэль, и пошел свет. Но нужно на это настроиться так глубоко и сказать, Шма Исраэль. Причем, интересно, есть такие, ну, вот, раввины, которые так молятся вообще сильно-сильно, что у них это прямо, ну, вот, видно, что они прям все в этом, Шма Исраэль, и Шамалкен, и Шамахад. Интересно, когда Раби Ативу разрывали, убивали, он же тоже сказал, Шма Исраэль, и Шамахад, и на Ихад вышла его душа. И, в принципе, ну, считается, что перед смертью нужно сказать, этот посух успеет тоже, Шма Исраэль, и Шамалкен, и Шамахад, чтобы, чтобы, и я помню, когда-то я еще только начинал преподавать в Израиле, проводил тренинг один, и одна нерелигиозная женщина рассказывала, что ее отец был коммунист-коммуниц, прям вообще всю жизнь. И потом он умирал в больнице в Советском Союзе, и она говорит, я с ним сидела, ну, он уже был при смерти, и он последний, он перед смертью сказал, Шма Исраэль, и Шамалкен, и Шамахад, потом мне сказал, дочка, есть Бог, и умер. То есть это она вот, ну, вспомнила, рассказала. Для нее это, правда, не было видно по ней, по ее жизни, что она так живет, потому что большинство людей, даже зная, что есть Бог, но живут, как будто бы они этого не знают. То есть, как бы, ну как, ну да, я знаю, есть Бог, и что. Но дальше они живут по каким-то законам, которые не Бог установил, по законам, которые, которые, ну вот как-то они установлены. То есть любое общество живет по каким-то законам, от малого до великого, есть какие-то правила. И у каждого человека есть свои личные правила. Кто-то любит чай, кто-то любит кофе, кто-то, вот, например, я когда-то смотрел интервью, плюс есть такая спортивная димнастка в России, Хортина. Слышали Хортина? Так, Светлана Хортина, да. И она так в интервью ей говорят, ну вот что ваше, какая главная ваше, ну, какое-то вот, ну, уникальное ваше качество. Она говорит, Хортина без манитюра не Хортина. Ну, сейчас, но тогда она еще не была депутат Государственной Думы. То есть Хортина без манитюра не Хортина. То есть она выступала в манитюре, это была ее главная, уникальная, как бы, определяющая часть. Так она сказала. Это главное, что мы не ездили. До сих пор, да, манитюр. Вот, то есть каждый человек живет по каким-то своим шаблонам и схемам. И даже узнавая, что есть Бог, но перестроить жизнь в этом разрезе, ну, не все находят в себе силы и могут это сделать. То есть это достаточно сложно. И даже когда уже человек идет по пути Бога, все равно есть огромная сила. Написано, что Коля Гадольми Хаверол, Ецер Гадольми Мэна. То есть чем больше человек поднимается по направлению к Богу, тем больше вступает сила противодействия в виде вот этого Ецерара, злое начало, силы зла. То есть идет постоянное соревнование такое. Причем зло, оно как бы хочет выиграть соревнование. Оно честно работает. То есть его назначили делать зло, ну, вот этот вот источник зла. И он, значит, работает день и ночь. Причем он сидит внутри человека. Это называется Ецерара. Это сатан, который сидит снаружи. И ангел смерти. Это все они как бы одно и то же. Все вместе. И даже у каждого есть линия фронта борьба со злом. То есть у каждого она есть обязательно внутри. И постоянно мы находимся вот в этом вот внутреннем бое. Да, то есть есть тыл, есть, например, узла есть. Ну, человек никогда не сделает там вот такое-то зло. Но вот тут вот, вот тут где эта линия, то тут все время идут качели. Они есть у всех, абсолютно у всех есть эти качели. Но главное все время двигаться вперед, двигаться вперед. Двигаться, отодвигаться, стараться, молиться, чтобы Бог помог. Бог помогает. То есть написано, что... А у Йову были интересные качели? Конечно, у всех были качели. То есть он протестовать против Бога, не признать его власть, там, что-то такое. То есть он тоже, когда к нему пришли эти его друзья, к Йову, и они с ним обсуждали, ну там, что с ним произошло. Я не учил, поэтому я не могу про Йову ничего говорить. Но у каждого, у праведника есть тоже Ецерара, вот этот вот злое начало. И у злодея есть этот Ецерара. Просто разница между ними, что у злодея Ецерара его победил, а у праведника, праведник победил Ецерара. Вот вся между ними разница. Но то, что у них у обоих есть злое начало... Больба есть? Да. Вот даже у Рабыцкока идет, да? Страшно. Страшно. У него битва прям вот. Особенно утром. Да. Зачем ты на молитву идти? Да, полежи еще. Час, да. Ну а ты ему что? Я в ней и надо. Ну давай. Все лишь в святейле. Да. Это одно и день. Да. Хорошо. Давайте поучим Мишли. То есть Мишли это как психология Торы. У меня книжки сейчас нету, но есть очень классное приложение. Есть и айфон. Да, приложение есть, которое сделал Талдот Ишурун, организация такая замечательная. Я советую изучать Тору на их сайте. Талдот.ру, да? Вот они сделали такое замечательное приложение, где есть все книги Торы. Прям вот открываешь. Есть Тора Пятикнижия. А как называется? Приложение как называется? Талдот.ру. Да. Опять? Вот. Айф. Красава. Есть пророкия, есть писания. И вот мы есть все. Видите? Значит, смотрите. Тут интересно. Есть окончание чтения Шмая, молитвы, оказанное по мнению Агро Веленского Гоона. Нажимаем сегодня. И сейчас мы узнаем, значит, сегодня, какой расчет времени для Тиев Украина. Вот. Отлично. Смотрите, как интересно. Значит, сейчас недельная глава Шмени. Исход суббота в 19.03. Начало рассвета в 4.16. Можно узнавать лица. Шма читается со временем, когда можно узнавать лица. 4.50. В 4.50 утра уже можно узнать человека. Ну, на улице. Если он без маски. Восход солнца в 5.55. Время чтения Шма сейчас до 9.00. То есть, с расходом из речи. Да. До 9.00. Время молитвы до 10.00. То есть, и середина светового дня 12.05. Ранняя дневная молитва. Поздняя дневная молитва. Заход солнца 18.14. Выход звезд 18.47. То есть, в 18.47 с этого времени начинается чтение вечернего Шма. Да. И до полночей. Класс. И вот здесь мы открываем Писание. И в Писаниях Мишли. И сегодня у нас какое число, кто знает? По Адару. Ну, а сейчас совпадает, кстати. Началось 21. Не совпадает? В прошлом Адаре совпадало. Сейчас началось 21. 21 Адару. Ну, значит, давайте тогда посмотрим глава Мишли 21. 21 глава Мишли. Сейчас мы ее посмотрим. Мишли 31 глава, ему удобно каждый день читать по одной главе. И тогда за месяц заканчивается изучение Мишли. И потом можно начать заново. Конечно, Мишли лучше изучать с комментариями. Я не знаю, какие на русском есть комментарии. Какие? Сейчас. Ну, давайте. Что ж такое? Я прокрутил. 15. Это материально для всех? Нет. Это там есть пророки, Писания. И вот там три есть. Как бы. Вот книги там, где книжечки слева должны быть нарисованы. Есть книжечки? Есть книжечки. Да. И там должно быть Тора, пророки и Писания. Все с переводами. Все прямо. Шикарная вещь. Вот 21 сейчас. 21 глава Мишли. Писание. Вот 21 глава. Написано так. Значит. Значит. Палгей майем лев мелех. Бияда шем. Значит. Как потоки воды сердца царя в руке Бога. Аль коля шер яхпоц и тену. Значит. У обычного человека. Вот мы говорим про свободу выбора. У обычного человека свобода выбора есть. Вот у рыбыц, как и есть свобода выбора. Встать или не встать. У царя, на удивление. Казалось бы, у царя больше свободы. На самом деле меньше. Потому что царь. Здесь написано, что сердце царя в руках у Бога. То есть от царя уже зависит, ну, судьбы целых народов, областей и так далее. И поэтому царь, он больше находится под таким жестким управлением с неба. И поэтому, кстати, говорят, что каждый народ достоин своего правительства. Ну, своего царя. То есть здесь есть царь, он является отражением. Мы сейчас все там ругаемся на Путина, на Януковича и так далее. Но Янукович был порождением системы. Что он процент за него проголосовало? За кого? Ну, он был порождением системы. И Путин порождением системы. То есть они не являются отдельными личностями. Они являются на сегодняшний день представителями системы. И то, что Бог делает через них, да, то есть он управляет миром. И он это делает через них. И многие действия у них определены. То есть это не то, чтобы его личная воля. Да, это определено. То есть это целые глобальные процессы, которые не сегодня рождались. Это все то, что двигалось, двигалась там. Чаша кипения. Она поднималась, поднималась, поднималась. Оп, Украина взорвалась. Не хочет она так жить. Народ изменился. Изменилась власть. То есть это очень... И здесь написано в Мишле, что сердце царя это как поток воды. Потому что все, что от него исходит, потом расщепляется и влияет очень на многих людей. Как поток воды, который расходится на разные ручейки. И это в руках Бога, и куда он захочет, туда повернет. Дальше. Коль дэрэхиш яшар бэйнаф. Вэтухэн лебот ашэм. Значит, каждый путь Бога... Коль дэрэхиш... Что бы человек ни делал, что бы человек ни делал, вся типу человека. Прямо в его глазах. Но Бог проверяет сердца. То есть, когда человек что-то делает, какой бы он ни был преступник, он все правильно делает. Он сам лично чувствует. Каждый человек все, что делает. Спроси любого. Вот два человека стоят, спорят. Одного спросит. Да я прав, да я правда на моей стороне. Спроси второго. Да нет, я прав, правда на моей стороне. Каждый человек, написано, коль дэрэхиш яшар бэйнаф. Путь человека прямо в его глазах. Но Бог проверяет сердца. То есть, Он, Бог, в сердце каждого знает, почему Он это делает. Кто-то шел, это очень ярко видно, вот, когда люди делали одно и то же действие и получили абсолютно разный результат. Кто-то получил проклятие, кто-то благословение. Значит, когда был город Шхем, и это тоже, кстати, относится вот царь, не царь, был город Шхем, и когда Яков со своими сыновьями и с дочкой Диной подошел к этому городу, остановился ладерем, то есть, подошел вежливо, можно остановлюсь, остановился, его дочка пошла в город, на рынок, и ее захватил сын, такой вот золотая молодежь тоже была в то время, сын, сын руководителя этого города, сын мэра города, Шхем Бен Хамор его звали, да, мажор такой того времени, он смотрит, красивая девушка, он ее захватил и изнасиловал. Он ее изнасиловал и влюбился в нее. Это прямо вот вторая история с дочкой Якова. Значит, и говорит, пришел к папе, мэру города, как, ну вот, как, например, ну, какой такой мэр есть, как Черновецкий, например, да? Черновецкий. И вот Черновецкий такой, значит, это папа, и он говорит, вот они там стоят возле города, в Василькове ладерем, в Боярке, в Боярке они остановились, пойди с ними договорись, чтобы ее выдали за меня замуж. Значит, идет этот руководитель города, мэр города, идет к Якову и говорит, так и так, выдавая дочку замуж за моего сына, мы, значит, тогда вам разрешаем, тут полное разрешение, живите где хотите, вы будете жениться на наших, мы на ваших и так далее. И Яков, он, вот Яков, это был самый, как бы, как сказать, вот Яков, он был золотая середина, то есть он был полностью совершенный человек. Яков ничего ему на это не ответил, он говорит, надо подумать, надо подумать, посоветоваться с сыновьями, с братьями, то есть надо подумать. Ничего ему на это не ответил, пришли братья, а? Пришли братья, он им все это рассказал. Значит, они тоже задумались, ну, то есть как-то возникла некая временной промежуток времени, но два брата, Шимон и Леви, договорились и пришли, сказали им, этому городу, говорят, мы выдадим замуж, только сделайте обрезание. Или это Яков сказал, тебя точно не помню, по-моему, это Яков сказал, это сам Яков сказал, а, Яков им сказал, нет, про обрезание сказал Яков, надо посмотреть будет. Но Яков знал, что они задумались, и поэтому Яков потом упрекает за их невозможности. Нет, да что мы не слышали, вот. Но про обрезание, кто сказал сделать обрезание? По-моему, Яков сказал. Я тоже сказал. Ну, надо уточнить будет. Ну, в общем, суд событий следующий. Он им сказал, сделайте обрезание, чтобы мы не можем отдать за необрезанного. Они все сделали обрезание, и на третий день после обрезания, то есть это был временной промежуток, да, это было на третий день, пока они сделали обрезание, пока третий день, Шимон и Леви пришли со своими друзьями и вырезали весь город. То есть они вырезали весь город с мечами за то, что изнасиловали их сестру. По законам того времени это было, ну, оскорбление, то есть тогда была кровная месть, то есть люди тогда жили совершенно, я вот сегодня думал, ну, просто как бы, как раньше люди жили. Была совершенно дикая жестокость. То есть мы сейчас на сегодняшний день живем в таком демократическом, цивилизованном обществе, там, смертную казнь везде поотменяли, да, ну, практически везде. Совсем недавно это было главное развлечение, то есть казнили на главных площадках, там, цивилизованный Лондон, цивилизованный Париж, там все прямо, ой, Европа. А они казнили людей еще, там, у них была дилетина. Когда это дилетина? Лет 200 назад они прямо у них каждое воскресенье собираются, площадь центральная, с детьми там приходили. Ну, то есть как весело же, интересно. Ну, чем будем сегодня? Кого сегодня дилетина? В Англии топориком, значит, а в этом, причем они были такие, ну, там, просветители, все, на М как-то была фамилия, такой английский просветитель известный, ему голову отрубили. Такая, ну, прям, не помню сейчас. Ну, в общем, во Франции еще лет 200 назад дилетина прямо вот так вот работала каждое выходное. И мир был очень жестокий. То есть люди совершенно по-другому относились к смерти еще 100 лет назад. 50% детская смертность была. В любой семье там родители, когда видят, ну, не дай бог, чтобы ни с тем такого не было, но они были ожесточенные, в тысячу раз более ожесточенные, чем мы сейчас. 80 лет назад голод, эпидемия гриппа, 18 миллионов человек умерло от эпидемии гриппа. То есть они смерть видели, но вот на каждом шагу просто у них был человек, вот, если взять на сегодня, вот, пересчитать. Я, например, видел смерть, ну, может, в жизни там один или два раза мертвого человека видел. Вот кто сколько раз видел мертвых людей? Ну, можно, ну, сколько, ну, сколько ты видел? Ну, 10. Несколько. Да, несколько. А они видели, уже человек там к 20 годам, он трупов видел там 100, причем своих близких родственников там. Ну, если родители, у Льва Толстого из 13 детей, из 7 детей они похоронили женой. То есть это Лев Толстой был такой очень, как сказать. Да что говорить, Петр Первый. Вы знаете, Петр Первый же, он когда узнал, что жена ему изменяет, он ее любовника отрезал голову и поставил, заспиртовал на тумбочку. Это известная история. То есть на тумбочке стояла голова ее любовника. Было? Ну, то есть Петр Первый, просветитель. Нормально? А мы там говорим, вот там сейчас наши правители Межигорье. Ну, то есть совсем другой уровень вообще демократизации. Так, да, да. Так, значит, ушел я от мысли. Ушел я от мысли. Сейчас, секундочку. Да, секунду, так я про Шимона и Леви. И они вдвоем пошли, сделали то действие. То есть в то время это было кровное место, но это было нормально. То есть в то время это был нормальный поступок. Но Яков, он сказал, что он их двоих осудил. Но потом мы видим, что Леви, это стали священниками, колено левитов. А Шимона колено они даже не получили удела среди братьев. То есть это было самое такое вот колено, ну, которое ущемленное, скажем так, в правах. По сравнению со всеми остальными. Почему? Они же сделали одно и то же. Но Шимон это делал по личным мотивам, а Леви это делал во имя, там, ну, во имя идеи. Он был идеалист. То есть Бог, ну, лично ему нравилось. Ну, например, вот, если люди идут воевать, то есть стоят там, ну, я не знаю, казнь, делают казнь. Но один палач, он получает удовольствие от этого, а другой страдает. То есть выполняет работу, там надо зарплату получать, но он без удовольствия. А другой, значит, получает удовольствие. То есть внутренне. Здесь написано, что Бог знает в сердцах. То есть что бы ни делал человек, он прав в своих глазах. То есть человек себя всегда оправдает, найдет себе коль дырыхиш яшар бейна. В каждый путь человека прямо в его глазах. Но Бог проверяет сердца. То есть Бог по-настоящему знает. Или у человека мотивы в сторону, там, духовности, добра и света, или у человека мотивы в сторону зла и так далее. И тот, кто делает милосердие и справедливость для Бога, он важнее, чем тот, кто приносит Богу жертвы. То есть есть люди, например, я знаю таких людей, которые могут... Там он молится вообще, ну, просто по-настоящему там. А когда дело доходит до человеческих отношений, то он людей может оскорблять, там, ну, то есть очень плохо относиться к людям. Так, здесь написано в Мишли, что тот, кто делает справедливость и милосердие к людям, для Бога это важнее, чем жертвоприношение, которое в то время приносили в храм. Сейчас мы вместо жертвоприношения молимся. Молитва заменяет жертвоприношение. То есть Бог на первое место, как бы проверка, насколько человек верит по-настоящему в Бога, это его отношение с людьми. И это вот здесь прямо в Мишли сказано очень четко и правильно, что главный акцент человек должен делать, который верит по-настоящему в Бога, он должен делать на то, чтобы быть с людьми милосердным и справедливым. И это для Бога... А? Вот, и на этой автоматической ноте мы заканчиваем. Заканчиваем, значит, сегодняшнее тоже занятие. Книжки, вот я не могу найти про заповеди, мы учили, краткая книга заповедей, но я уже знаю, там, я возьму в другом месте, будем продолжать изучать повелевающие заповеди. Потому что мы пока Тору учим. Нер митсва витура ор, ведер хейм тухот мусар. То есть мы мусар делаем, да, это нравственность, улучшаем нравственность, это Мишли. Тору изучаем, путь Бога изучаем. А заповеди, ну, сегодня считайте, что мы выучили заповедь Шмаестраэль. Шмаестраэль – это повелевающая заповедь истории, очень важная, очень сильная. И, значит, ее нужно два раза в день, нужно ее говорить. В Сидурах есть текст молитвы, значит, в молитвенниках. И Шмаестраэль – это главный камертон, на который надо настраиваться. Спасибо. 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 Спасибо.